Как сделать улитку? Теперь, как же выполнить улитку? Как ее эффективно выполнить? Обязательно выключаем пятки, да? То есть движение вроде как вкапывание, да? Давайте покажу. Видишь, я вкапываю, помнишь, про пятки говорю? Вкапываясь, принося всю массу и выполняя резкое движение на пятках, мы теряем скорость. Реально, мы просто теряем скорость и все. И нам приходится заново набирать ее, да? Выполнять старт вот этот быстрый. Пятки наши враги, как бы мы ни хотели. Пятки наши враги. Не надо, как надо. Улитка может быть выполнена как с торможением, так и без торможения, да? Конечно, с торможением это будет все удобнее, особенно для игровой ситуации, где надо быстро сменить направление, да? Снова взорваться, но при этом выиграть какие-то вот эти вот сантиметры, миллиметры, да? Чтобы отправить шайбу к воротам. Ну, смотрите. Улитку можно сделать как с укрыванием, да, шайбой. Вы видели ее. Так и с открытым корпусом. Да, если мы хотим спрятать шайбу, мы ее закрыли. Если мы уже спрятали шайбу, нам надо взорваться быстро, да? Оторваться, либо. Не знаю. Воротарю, да, взорваться. Так же после улитки. То мы, конечно же, уже открываем плечи. Давайте пора демонстрируем. Воротарю, да, взорваться. Что касается открывания, да, плеча. Плечо идет вперед. Да, я спрятал. Все, он здесь на плече остался. Я взорвался. Плечо вперед, рука вперед. Теперь давайте поговорим, как сделать улитку с торможением. С так называемым притормозом. Все мы знаем упражнения виражи, да? В данном случае на внутреннем ребре. И вот к этому виражу нужно добавить притормоз, да? То есть вся масса на ноге, которая выполняет вираж, да? А вторая нога еле касается льда, да? Либо резко сильно касается льда. И выполняется улитка, да, с торможением. Помните, мы катаемся на середине лезвия. Улитки, виражи, перебежки, скольжение по плевой, скольжение спиной. Все, что угодно. Это у нас выполняется строго. Как? На середине лезвия. Да, на середине лезвия. А лучше одновременно сразу с фиражом. Так и тормоз. Так называемый притормоз. Так называемый притормоз.